МИКРОФИНОСИРОВАНИЯ Изначально фонд пополнялся из краевого и федерального бюджета. Но в этом году у нас беспрецедентный случай, когда нам из краевого бюджета выдали миллиард рублей капитализации. На сегодняшний день капитализация фонда составляет 2 миллиарда рублей. Мы являемся самым крупным фондом по России среди аналогичных организаций. Соответственно, это нам дает оказать помощи предпринимателям, как начинающим, так и действующим, гораздо больше. У нас созданные на территории края более благоприятные условия. Если смотреть процентные ставки по другим регионам России, то у нас в Краснодарском крае на самое минимальное – 6% годовых. Составляет ставка, срок мегапрозайма – 3 года максимум. Сумма увеличена с января этого года и составляет 5 миллионов рублей. Таким образом, фонд создает наиболее благоприятные условия для создания и развития малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края. Самый крупный фонд в России среди аналогичных организаций выдает деньги бизнесу по 13 программам. Все они направлены на то, чтобы охватить приоритетные отрасли региона. У нас есть программа отельер, это, конечно, туристическая отрасль. Программа фермер. Фермеры, они очень активные, их много. У нас край аграрный, поэтому фермеры, они занимают порядка 50% от портфеля займов. Есть программа промышленник, да, там для деревообрабатывающей промышленности, для легкой у нас тоже есть особые преференции. Программа бизнес-обороты, это пополнение оборотных средств. Программа бизнес-инвест, это инвестиционные цели. Если наш заемщик хочет построить цех, ангар, мы предоставляем вот этот вид займа. Есть развитие инновации, займ новотех, ремесленник. Здесь хочу отметить, что все наши займы, они направлены на приоритетные отрасли для края. Куда не входит торговля? Торговлю мы вдаем по 13,5%. Это уже деньги небюджетные, это деньги, взятые нами в банки. Многие программы были введены в 2018 году. Тогда же фондом микрофинансирования были разработаны две специальные программы, имеющие особую социальную значимость – специальный ЧС и специальный опора. Первый был разработан для поддержки предпринимателей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Это займ с максимально возможными льготными условиями, со ставкой 1% годовых и отсрочкой по оплате основного долга до одного года. Такой вид займа получили 44 пострадавших предпринимателя на общую сумму более 51 миллиона рублей в 2018 году. К слову, в прошлом году фонд принял участие во всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями. И как раз с новым видом займа специальный ЧС фонд был признан победителем в главной номинации конкурса «Лучший социально значимый проект микрофинансовой организации». Что касается программы специальной опора, то она позволяет предприятиям, чьи средства находятся на счетах финансовых учреждений с отозванной лицензией, не прекращать деятельность и сохранить рабочие места. Ставка по займу от 1 до 3% годовых. Также есть возможность от срочки платежа по основному долгу до года. В нынешнем году фонд значительно расширил возможности по получению микрозаймов по программе «Старт». Начинающие предприниматели могут получить до 300 тысяч рублей при наличии бизнес-идеи и грамотно проработанного и обоснованного бизнес-плана. У тех же, чей бизнес уже начал приносить прибыль, появилась возможность получить финансирование в сумме до 2 миллионов рублей. «В этом году будет создана программа «Продукт социальный». Мы работаем сейчас с общественными организациями, берем от них запросы. У нас есть организация, которая обратилась, и там общество людей с ограниченной возможностью. Они у нас в Краснодаре очень активны, и вот они первые вышли с такой потребностью, что у них есть такая категория граждан, которые становятся предприниматели, и мы готовы помогать на более льготной ставке. Еще у нас в этом году мы и следующий год активно будем работать с предпринимателями-начинающими. Это основная задача и национального проекта развития малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы. Мы для них в этом году уже сделали условие 300 тысяч. Начинающий предприниматель может получить по бизнес-плану, который ему сделают здесь, также в Центре поддержки предпринимательства, он может получить без залога. Со следующего года мы эту сумму будем увеличивать. Какие там условия получения таких займов? Значит, они получают до двух лет. По программе старт до 300 тысяч по бизнес-плану и без залога. Если нужна сумма там до 2 миллионов идет, то уже необходим залог и какой-то финансовый результат деятельности, чтобы мы просчитали, потому что это тоже риски. У нас основная задача же не только разместить эти деньги в займы, но также их вернуть и сохранить уровень просроченной задолженности на минимальном, как он у нас сейчас и есть в фонде. Добавлю, субъектам малого и среднего предпринимательства, которые стали победителями краевого конкурса в области качества «Сделано» на Кубани по программе «Старт» снизят ставку на 0,5% годовых от действующей. В целом, ставки в фонде микрофинансирования Краснодарского края находятся в пределах 3,5-6% годовых. Воспользовавшись займом, предприниматели могут сэкономить на многих других услугах, за которые обычно приходится платить. К нам приходят клиенты, когда они не верят, что по такой процентной ставке они могут получить займ, и им за это не надо платить дополнительных. В отличие от банка, страховка, залога, страхование жизни, комиссия за выдачу займа, и у нас бесплатная оценка залога. То есть, доставка, о которой мы говорим 6%, она является эффективной. Мы, что касается и в Краснодаре, и в принципе в районах, ну где-то каждый месяц у нас состоятся советы в каждом муниципальном образовании, поэтому наши специалисты активно принимают участие. У нас достаточно обширная кампания именно по продвижению фонда, по информированию. Потому что, повторюсь, многие не знают те преимущества. Здесь даже не только фонд микрофинансирования. Мы говорим в целом о той поддержке, которая есть сейчас в крае для малого-среднего предпринимательства. Выделяются беспрецедентные деньги. Предприниматель может получить в центре поддержки бесплатную финансовую консультацию, составить бизнес-план, сделать маркетинговое исследование, открыть и разработать сайт совершенно бесплатно. У нас получить микрозайм, получить гарантийную поддержку в случае недостатка залога в фонде развития бизнеса. То есть наша цель всей инфраструктуры – его взрастить, и дальше он уже пойдет в банк, нарастить его обороты, соответственно, для более большой суммы. Потому что наш сегмент – это прямо начинающие маленькие такие вот клиенты, которым интересует сумма до 5 миллионов. За все время работы фонда было выдано более 2000 займов на общую сумму больше 2 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен малым предпринимателям, работающим в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Если мы в прошлом году выдали 907 миллионов, то сейчас уже на сегодняшний день мы выдали порядка миллиард пятьдесят. И каждый раз у нас количество заявок возрастает. И это не только наши повторные клиенты. Безусловно, есть клиенты, которые открыли для себя возможность фонда, и когда у них гасится займ, они могут обратиться повторно. Но у нас есть еще и много клиентов, и мы ориентированы именно на информированность и на то, чтобы в фонд шли новые клиенты. В Сочи действует только Центр поддержки предпринимательства. Можно подать здесь заявку, также помогут собрать все документы. У нас с 1 апреля открыта возможность во всех МФЦ, края, подать заявку. Поэтому уже предпринимателю не обязательно ехать к нам. Причем срок самой рассмотрения заявки через МФЦ, он не увеличивается. Предприниматель может уже приехать только на подписание договора в случае положительного решения. Мы видим, что заявки с этого у нас района в этом году увеличились. С прошлым периодом порядка 18-20% количество заявок увеличено, именно если мы говорим о штуках. Это касается Сочи и Лазаревский район. Моя основная задача – это донести те меры поддержки, которые на сегодняшний день существуют на территории Красноярского края. И каждый предприниматель, он позвонив на горячую линию нашу, у нас единый телефон, это 8 800 707 07 11, для него специалисты подберут тот или иной вид поддержки. Возможно, ему сейчас не нужен бизнес-план или не нужен микрозайм, но опять же все предприниматели и начинающие предприниматели должны знать, что такое в крае есть. Действительно, деньги выделяются колоссальные по сравнению с другими регионами. Поэтому этим надо пользоваться. Специалисты фонда микрофинансирования проводят большую работу по информированию. Несколько раз в году специальные лекции проводятся в Торгово-промышленной палате Сочи. Предприниматели города Сочи обращаются в Центр поддержки предпринимательства за бесплатными консультациями по любым направлениям, которые их интересуют. Юридические консультации, консультации, касающиеся ведения бизнеса, маркетинга. В принципе, любые консультации экономического характера. По проблемным вопросам могут обращаться предприниматели, если они не знают решения того или иного вопроса, какого-то связанного с бизнесом. Если мы можем помочь им, мы всегда поможем. Если мы знаем ответ на этот вопрос, мы, конечно, поможем. Вообще, Центр поддержки, он работает для предпринимателей, зарегистрированных, осуществляющих деятельность именно на территории города Сочи. Это сделано специально с целью стимулирования предпринимателей заниматься бизнесом в нашем городе, для того, чтобы налоги шли именно в бюджет города. Мы предоставляем целый комплекс услуг консультационных, юридических, экономических, маркетинговых. То есть любой предприниматель приходит в Центр поддержки, знает свой ННН. Если он с печатью, он берет с собой печать, обращается и получает консультации. Самое востребованное в последнее время консультации касается маркировки. Вы же знаете, в России вводится обязательно маркировка товаров. Сейчас это на лекарственные препараты, на обувь, на одежду вводится. Ну и, соответственно, на табак. На табак введена 1 января 2019 года. Естественно, в Центре поддержки предпринимательства постоянно, ежемесячно, практически мы проводим семинары на эту тему. Все время приходят предприниматели, у них постоянно возникают вопросы. Почему? Потому что эта система только вводится, и ответов на честном знаке найти они не могут. Мы стараемся им помочь и, соответственно, решить их все проблемы. Сочинские предприниматели слушают всю информацию о программах, ставках и задают руководителю фонда интересующие вопросы. Самые распространенные, насколько реально воспользоваться тем или иным займом. Вы хотите взять, допустим, 5 миллионов рублей, вам достаточно залога на 1 миллион рублей, и дальше вас рассматривает такая же структура поддержки, наша тоже гарантийный фонд, и вы уже непосредственно работаем с ними. Поэтому, имея какой-то бизнес, когда вы генерируете доход, соответственно, чтобы к нам попасть, вы должны иметь положительную кредитную историю, потому что это бюджетные средства. Если вы где-то являетесь, ну, так скажем, недобросовестным заемщиком, соответственно, в фонде вам тоже будет отказано. У вас должны поступать налоги в бюджет, ну, и что-то вы по декларации показываете, не убыток точно, потому что зачастую предприниматели приходят, ну, вы же понимаете, да, что фонд создан для поддержки предпринимателей, чтобы, опять же, бюджет края пополнялся в виде налогов. Те предприниматели, которые... Мы берем управленческую отчетность, ну, хотя бы 50 на 50. Если вы нам показываете по декларации, там, 100 тысяч рублей за год, а в управленке рисуете миллионы, ну, уж извините, вот, ну, на сегодняшний день так мы не можем работать. В целом у нас увеличена сумма, да, 2 миллиарда. У нас обычно начало года начинается, сезонность, да, вот у вас туристическая отрасль, у нас есть еще фермеры, и этим всем отраслям нужны деньги, у нас, как правило, в фонде очереди образовывались. Два года подряд у нас был там и реестр очередности заявок, но сейчас, ввиду того, что нас руководство края поддержало, и Вениамин Иванович подписал, вот, на октябрьской сессии нам утвердили постановление на 500 миллионов рублей, мы рассчитываем, что этого разрыва у нас не будет, и все предприниматели, которые обратятся за поддержкой, они ее получат. Много и повторных клиентов, они пользуются и активно очень даже возвращаются, закрыв один займ, их приходят за другим. На сегодняшний день мы выдали уже 482 займа, вы видите динамику, как начинал фонд, и какие результаты у нас есть сейчас, фонд очень востребованный, у нас действительно, ну, много заявок, много клиентов, и, опять же, повторюсь, мы выдаем микрозаймы, но мы совсем не микроорганизация, которые вы видите, ну, возможно, на улице, да, это ломбарды, какие-то быстроденьги, у нас другая история, мы государственная структура, мы состоим в реестре центрального банка, одно у нас общее, только это слово микрозайм, все, дальше нет, и, честно сказать, у нас нет особого недостатка в клиентах, и наши вот такие выездные мероприятия, это в первую очередь, чтобы донести вам, что такая возможность есть, потому что на сегодняшний день именно Краснодарский край получил беспрецедентные суммы из федерального бюджета, это по программе нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы, поэтому именно вот здесь, в крае, вы сейчас, если вы начинающий предприниматель, даже действующий, вы можете обратиться в центр поддержки предпринимательства, вам окажут финансовую консультацию, да, и как-то посмотрят вашу идею, возможно, где-то скорректируют, может быть, как-то перенаправят в другое русло, вы можете зарегистрироваться ККП бесплатно, вам сделают фирменный стиль, вам сделают сайт бесплатно. Плюсов в услугах, предоставляемых фондом микрофинансирования, много, а главный показатель, что региональный фонд имеет наиболее низкий уровень просроченной задолженности – всего 0,3% от портфеля займов. А это значит, что больше 99% предпринимателей успешно работают благодаря этим программам.